Зажигаются фары Тесла, стучат копытами роботы Boston Dynamics, наполняются бокалы смузи молодых стартаперов. Так начинается наш технологичный Новый год. Сегодня вспомним все самое интересное, что произошло в уходящем 2019. Поехали! Прошлый год начался с удивительных гаджетов. Пока мы с вами тыкали в одинаковые как две капли лопаты, Samsung в феврале впервые показала складной Galaxy Fall. Конечно, было полно проблем с экранами, но главное, что они задали тренд. А следом начали все повторять. Huawei даже нашумевшая Motorola, которая перенесла свою раскладушку Razer из прошлого и добавила туда кучу технологий. В то же время Apple в солнцезащитных очках говорит Samsung «поддержи моё пиво, чел!» и становится сервисной компанией. Видимо, в железе она уже достигла потолка, теперь берется за кошелек пользователей с другой стороны. Apple запустили игровой сервис Arcade, банковский карт и приложение News и даже конкурента Netflix TV Plus. А ходят слухи, что вскоре Apple сделает свою спутниковую сеть и заменит сотовых операторов. В общем, ребята в новом году обещают разойтись не на шутку. Но радоваться технологиям пришлось недолго, по крайней мере россиянам. В апреле 2019 года у нас приняли закон об автономности Рунета. Толком никто не понимает, как это все будет работать. Чиновники говорят, что это поможет нам от внешних угроз. Айтишники считают, что скоро мы будем жить в Чебурнете. Пока мы отключались от интернета в Америке политики начали отключать китайский Huawei. Министерство торговли США в мае запретило ей покупать оборудование и программное обеспечение американских компаний. Поэтому весь год Huawei не знает, что делать и даже делает свою операционную систему на замену Android. Такие новости заставили нас усомниться в реальности происходящего. Недаром 2019 год стал годом дипфейков. Их было так много, что мы уже сами начали путаться, где реальные видео, а где поддельные. Нейросети генерируют лица политиков, имитируют картины художников и даже делают поддельные порно-ролики со знаменитостями. Тяжелее всем в этом приходится медиа. Разработчики веселятся, а вот Facebook, например, пыхтит над обратными алгоритмами, которые будут определять такие ложные видео и банить. А в Китае вообще вели уголовную ответственность за публикацию дипфейков без пояснений, что они сделаны алгоритмами. Также в этом году все мечтали, что больше не придется покупать приставки или дорогие компьютеры, чтобы поиграть в Ведьмака или Death Stranding Hideo Kozima. Google запустила облачный игровой сервис Stadia. У компании грандиозные планы картинка в 4К и 60 FPS. Можно будет играть прямо в YouTube. Пока все выглядит сыровато, доступно только в Америке и у многих лагает. В общем, верим, надеемся, ждем. В мире роботов главный тренд 2019-го — автономные роботы для доставки продуктов. Кажется, уже совсем скоро они будут по всему миру и заменят курьеров в желтых и зеленых куртках. Технологию тестируют Amazon, FedEx и даже Яндекс. А всеми любимая Boston Dynamics в сентябре начала продавать своих робособак предприятия. Это покруче роботов в курьерах. Их можно использовать в строительстве или нефтегазовой сфере. Но мы-то с вами знаем, что главная особенность робособаки — ее танцы. Стоит купить одного такого робота, как вы сразу станете королем любой вечеринки. Это может подтвердить даже Джефф Безос. А теперь поговорим о самых ярких личностях 2019-го. Больше всего делов натворил основатель ViewWork Адам Нойман — это просто вишенка на торте среди современных стартаперов. Он управлял компании в обход света директоров, выкупал помещение и сдавал в аренду собственной же фирме. И провалил выход компаний на IPO. А где у нас крыша? А крышу у нас снесла. За год ViewWork подощрила в 20 раз, а Нойман перестал быть миллиардером. Поэтому полностью заслужил титул самого крэйзи предпринимателя года. Марк Цукерберг и русский Марк Цукерберг Павел Дуров в этом году решили угореть по криптовалюте. Они хотели запустить платформы, которые должны были изменить типичное представление о деньгах. Больше никаких банковских приложений, а уж тем более фиатных денег. Отправляем деньги так же легко, как стикеры, но ни у кого из них не вышло. То американские власти не дали запуститься, то крупные спонсоры-партнеры слились. Ну и конечно, куда без Илона Маска? В этом году он показал нейроинтерфейс Neuralink. Это нити, с помощью которых люди смогут управлять устройствами только силой мысли и не менее футуристичную машину Кибертрак. Пули, непробиваемый электрический пикап. Первые образцы уже ездят по улицам России. И это все на сегодня. Встретимся с вами уже в новом году. 2019 был супер насыщенным, а следующий будет еще лучше. Желаем вам отдыхать как Адам Нойман, быть смелыми как Илон Маск и крутыми как Джефф Безос. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, если есть что добавить к нашим итогам и жмите колокольчик, чтобы не пропускать важное в следующем году. С наступающим!